Она читала стихи по часу без остановки наизусть. Феноменальная женщина Джон, феноменальная. И она меня просила несколько песен, всегда я ее приглашал на тусовки. Вот мы там со славами дяди как собрались там в его клубе. Она сначала нас слушает, потом уходит выступает, потом мне шептав говорит, спой вот это вот. Она честная песня, она мне нравится. Я хочу, чтобы соединить все смыслы, которые у меня сейчас в душе существуют, эмоции. Я хочу спеть песню именно ту, которую мне Джона последний год, раза три, говорила, что в твоем репертуаре есть такая песня, она мне нравится. Я хочу эту песню посвятить вам. Мысленно, поскольку Джона для меня все равно живой человек, я совершенно не согласен ни с какими там нашими земными, есть все-таки что-то, а я ее чувствую. Называется «Я соберу своих друзей». Вот собирательный образ. Ну, это все, пожалуйста. Давайте. Я соберу своих друзей, которых я сто лет не видел, и усажу их потесней, пусть в тесноте до неба битье. Мы вспомним вкус тех сладких дней, когда нам было восемнадцать. Чтоб захотелось танцевать и целовать, я соберу своих друзей. Свои друзей. В тем году я очень много был в качестве режиссера работал. И в восемьдесятом году, и с восемьдесятого года я еще был музыкантом и солистом группы «Редстал» Аллы Борисовны Пугачевой, где я проработал 30 лет. И в восемьдесятом году нас, партии правительства, послали в Чернобыль. Он был не закрыт еще. Там было несколько концертов на открытом этом ужасном месте, вообще на самом деле. И излучение было сильнейшее. И мы работали там целый концерт. С нами в «Редстале» был Володя Кузьмин, я помню. И мы там находились двое суток. Приехали, и у нас через некоторое время люди стали плохо себя чувствовать. Один через два года умер и так далее. Я кашлял три года и не понимал, в чем дело. А потом я попал в реанимацию. Легкие, осложнения, и ни один антибиотик не помогал. Но я ушел ни с чем просто домой умирать. И я приезжаю к Джуне и говорю, Джуна, а мы виделись на концертах несколько раз. Я режиссировал, она приходила на мои программы. Говорит, Джуна, я в принципе умираю. Она посмотрела на меня и говорит, ты не умрешь. И два с половиной месяца она держала руки вот так вокруг меня. Женщины, которые тогда учились у нее, помогали. И она выбила из меня вот эту всю историю. И я до сих пор жив. И вот нашу седую бороду, после клинической смерти я посидел в честь того, что я родился второй раз. И тут просьба Джуны. Хорошо. А вот расскажите, встречались ли вы еще с уникальными людьми, помимо Джуны, которые бы изменили ваше какое-то мнение о возможностях человека, что через сердце, через свою душу можно пропускать какие-то импульсы, помогать другим людям? Ну, я в свое время заинтересовался очень сильно альтернативными науками. Я учился 10 лет в Международной Академии Альтернативных Наук. У меня даже есть и звание, и статус. Но я не пошел по этому пути, потому что, Джуна сказал, ты со сцены, как человек, который выступаешь, ты делаешь энергетически сильно. Если ты когда-нибудь придешь к тому, что надо лечить, ты придешь и будешь сам лечить. Но я боюсь этого, это большая ответственность лечить. А с великими людьми я действительно встречался, мне повезло. Ну, я не знаю, с большими звездами, кино, театром, музыкантами, режиссерами, скульпторами, художниками. Я горжусь тем, что я дружил, например, 7,5 лет с Людмилой Георгиевной, Языкиной. Я знаком был с Высоцким, с Гурченко, ну, со всеми. Я даже могу сейчас перечислять, что-то забыть. Саша Абдулович, ну, и так далее. Коля Караченцев, дай Бог ему здоровья. Ну, с разными людьми. Но самое главное, что все люди, которых мы знаем как звезды, на самом деле это просто выдающиеся, уникальные люди. Вот и все. А вот способность раскрыть так свою душу, стать для человека, вот, чтобы появились поклонники, вот, как у звезд, да, которые поют, раскрывая так душу, это нужен талант или этому нужно учиться? Дело в том, что, когда человек выходит на сцену, сцена что такое? Это возвышение. Вот все сидят, представьте себе на секунду, а человек поднимается на возвышение, и все те, кто сидят, говорят, ну, вот мы сидим, а ты вот поднялся наверх. Тебе есть что сказать нам? Что-то такое, чтобы мы взяли с собой. И вот эта вот сцена, она очень обязывает человека быть готовым к тому, что ты живешь ради тех, кто тебя слушает и видит. Если тебе нечего сказать, тогда ты не ту профессию просто начал изучать. Мне кажется, что я пошел по правильному пути, потому что я занимаюсь творчеством, я иногда выхожу на сцену, я иногда режиссирую. Сейчас меньше, но раньше очень много. И мне кажется, что сцена очень ответственное, могучее энергетическое место. Такой вопрос, что этот проект, уникум, мы хотим сделать на постоянной основе, то есть как фестиваль его проводить. Будете ли вы принимать участие, и какие пожелания для этого фестиваля у вас будут? Я вообще считаю, что вы затеяли очень грандиозную и правильную историю, потому что в слове уникум собирательный большой смысл. То есть люди выдающиеся, индивидуально яркие, харизматичные, те, которые освоили великолепно какое-то ремесло и пошли дальше. Я хочу сказать несколько теплых слов, искренних слов по поводу Александра Алмазова. Почему? Потому что он не только затеял эту историю, которая объединяет очень многих талантных людей, он сам является творцом и талантливым художником. Мне кажется, что он откликается на очень многие перформансы, мероприятия, события. Он не ленится сесть в машину, ехать всю ночь куда-то, чтобы встретиться с кем-то. Понимаете, уникальность – это не что-то волшебное, мистическое, а это яркая, харизматичная индивидуальность. И надо ценить этих людей при жизни, надо дружить с ними, надо обмениваться информацией. Мне кажется, что это движение наберет силу и много талантливых людей придет к вам. А то, что этот фестиваль впервые проходит именно здесь, в Доме Джона, это, как вы думаете, играет важную роль? Она... Джона для меня жива, во-первых. Во-вторых, этот дом намолен не мистикой, а именно бескорыстием, любовью и талантом. Талант Джоны измерить невозможно, потому что она помогла, ну, по меньшей мере, за всю свою жизнь миллион человек. Те, кто сомневаются или скептически к этому относятся, они просто... Знаете, в русских сказках есть такое имя – Фома неверующий, да? Но вот меня, когда грохнула в чернобыльской истории, и она меня спасла от смерти, для меня это совершенно четко, что она необыкновенный человек. И то, что в этих стенах происходит презентация и первые шаги программы, которую вы назвали «Уникум», я считаю, это очень символично. Тут нет никакого волшебства или никакой-то мистики в этом доме. В этом доме было бескорыстие, талант и любовь к людям. И мне кажется, что это очень хорошее место для того, чтобы ваш корабль поплыл в счастливое плавание. Спасибо вам большое за теплые слова и за вашу искренность. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Я соберу своих друзей Субтитры сделал DimaTorzok Действительно, в этом доме очень созвучно слово «Уникум», уникальность, индивидуальность, я на свой язык переведу, индивидуальность. Человек, который живет по своей внутренней харизме. Мне кажется, что сейчас войдет в эту дверь Джуми и скажет, как она обычно говорит, «Сатера, что ты там говоришь?» Начнет сразу ругаться. А в глазах такое счастье, такая любовь. В этом доме много любви. И огромное спасибо, что мы встретились лично от себя. Спасибо вам большое. Александр Грецович.